Привет, с вами Пикол Хиоро и Хигаши, и мы продолжаем прохождение Хирошина на Курни, когда плачут цикады. Что ж, мне боролась покинуть. Ох, да и мне надо поспешить, а то не успею занять хорошее место. Ладно, ребят, увидимся. Рикотиан и Тимитаки-сан крутко кивнули, а затем умчались вместе с толпой. Да, давайте спай, если на трудолюбиво. Ну же, пойдемте. Что, хочешь проглядеть на совладительную фигурку Рикотиана, да? Тогда пойдем. Ага, давай. Секунда, а где Рена? Э, что ты там делаешь? Кетико-кун! Митян, помогите! Занятую ненормальных размеров медведем Рену, кидала туда-сюда, на живой людской толпе. Что она вытворяет? У нее все руки заняты медведем. Так-так, Кетико, наставляю Рену твоё заботливое попечение. Сама пригляжу за садока. За кем там еще надо приглядывать? Ай! Не тяни меня так за руку! Пока мне он не скрылся из виду, я схватил Рену за вратник. Кетико, ну не туда, прошу, не хватай меня там! Ну ты, блин, требовательная! За что тебе в таком случае хватать? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-хау... Потому как смущение Рены с лихвой хватает на двоих, мне стесняться не нужно. Я крепко схватил руку Рены и зарысил кемион. Мы отстаем! Пошевеливайся! У-у-у-у-у! Рука Рены такая тоненькая, она достаточно питается. Правильно у нее распреда дня? Стой, стой, что за чушь? Неожиданно негаднуши мои заплывали. Я пытался сохранить хладнокровие, даже напомнил башковые прожжениями надписью «Успокойся, мой барракейте, все тщетно!» Не желаю, чтобы Рена видела мое лицо таким, поэтому продолжаю неогадываясь ее тянуть. Площадка перед храмом уже бытком набита народом. Полыхающие перед жертвенником костры и факелы осветили ярко, не хуже полудинного солнца. И так же горячо. На временем от алтаря высятся ворох футонов, обнесенный священным канатом. Если подумать, что-то про хлопок из футона говорилось... Кейти-сан! Рена-сан! Сюда, сюда! Сад и Камахау нам из переднего ряда. Ох, извините, простите. Нам пришлось пробиться к садок из Мион. Ну, как оно? Сердишко-то постучало наедине с Реной-то, а? Ты так и знал, поганка бледная. Как ты это намеренно? Мион загнула губы в сальные ухмылочки. А ты как, Рена? Не ожидал, небось, что Кейти тянет такие большие ладони? Хау! Хау! Фонтан-пора забил изяка кумачевой Рены. Повернувшись на звук чего-то ветром просвистевшего мимо, я видел Мион, лежащий на земле, с акканицей сбитой личностью. Мион, когда это ты успела? Между Ха и У, полагаю. Рена, бить друзей, чтобы спрятать смещение, не есть хорошо. Я никого не била, не знаю, что случилось. Хау. Бам! Вновь глухо ухнул большой барабан, и все округе мгновенно затихло. Прошусь развести себя тихо. Начинается! Начался торжественный обряд. Как жрицарь и Кейтиан появилась вместе с несколькими одетыми в костюмы синтезских священников старейшинами. При их появлении седой лютм молитвенно сложила перед лобом ладони в честь появления священной фигуры Рейкотиан. Только сверкающие иногда вспышки камеры Томитаки Сана позволили нарушать молчание. Что это за здоровая штука, Рейкотиан? Актуальная мотыга. Священное орудие земледелия, которое лишь микро может касаться. Мико. Довольно причудливая форма для хозяйственного инструмента. Так вот, как они выглядят, когда их используют исключительно для праздничных обрядов. Произнеся молитву, Рейкотиан подошла к груди матрасов на алтаре. Затем, размеренно приведя материю, она пропахала ее футоны. Должно быть каждое движение здесь тщательно, шаг за шагом выверено. Это видно сразу, настоящий обряд. Что она делает? Отбивает матрасы? Эээ, видишь ли, футоны заменяют людей. Вот и она очищает их от земных болезней. Кейтиан, думаю, твоя отбивает матрасы не так уж далеко от истины. Солба Рейкотиан с речами строился под... Не как-то мотыга очень тяжелая. При каждом знаке мотыга тела Рейкотиан погачивалась. Сатака святоточенно наблюдала, продолжая свою безмолвную поддержку. Руспокоишься? Рейка день от дня тренировалась с колотушкой для моти. Точно знаю, она выдержит. Сатака плотно сжимала потевшие ладони, задерживая дыхание всякий раз, когда Рейкотиан прогибалась. Как так вышло, что Мика не кто-то вроде Мион? Для Рейкотиан такой вес излишне тяжел. Если бы меня просили, я бы пошла. Однако ж, для такого дела не всякий сойдет. Ага, верно. Плохо верить, коль жрица распутна. Распутна? Ох! Рогат Мион угодил в самую селезонку. При глухом ударе Барабана Рейкотиан легко поклонилась и сошла с алтаря. Ее горячо приветствовали возрастами одобрения. Играющие роль синтезских священок и деды вызывали на плечи ворох освященных футонов. И окружавшая их толпа в едином порыве поднялась. После чего медленно пошла следом, понемногу вытягиваясь в колонну. Шагом толпа спускалась по ступеням, следуя за священниками. Что теперь? Они хотят постирать матрасы в реке? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так говорили же, вот о Нагасе. Верниться жителей забрала с Зречного Берга. Там горел огромный костер, озираясь дневным светом. А там с ним столпилась оживленно перегорающая людская масса. Так, идем друг за дружкой. Становясь в очередь. Скетику, становясь в очередь. К чему бы это? Нам раздут священные Асаки? Или там красные да белые Манзю? А-ха-ха-ха-ха-ха. Нет, оно несъедобно. Помнишь, что такое вата? А-а-а, вот оно что. Вата Нагасе. Пускание хлопковых корабликов. Я наконец понял. Представители сельсовета ловко вытаскивали ватную набивку матраса, схватывали ее в маленькие шайки, ну чисто рисовые лепешки, а затем раздавали ее стоящим вокруг. Раносторовисто нырнуло в круг и получило также мою порцию. Те, кто получил свой шайк из ваты, спустились дальше к берегу. Кейти-кун, так как ты в первый раз делай то, что я делаю? Хорошо? Взяв хлопок в правую руку, помаши, перед ним левой рукой, чтобы очистить. Затем поднеси его к лбу, к груди и к пупку, каждый раз прижимая. Похлопы по коленям, повтори трижды мысленно произнесли. Благодарю тебя, Осисисама, Уясира. Уясира-сама? Кто это? Чтимое удерживание храни божества? Да, Осисисама бог, который покористствует и дает защиту Хинамидзаве. Он дарует благословение свыше, но также он присылает проклятия. Потому отнесись к нему с почтением. Похоже, бог наш довольно суров. Но в чужой монастырь своим усталом не лезут. Все-таки я теперь полноправный житель Хинамидзавы. Делая, как показал мне рано, я трижды охлопал себе ватой. Благодарю тебя, Осисисама. Благодарю тебя, Осисисама. Благодарю тебя. Теперь все дурное внутри тебя всосалось во хлопок. После того мы плавно спускаем его в реку. Вот и все. Вместе с Реной кладу хлопок на поверхность воды. Они появились. Хлопки. Вобрав болезни со всей Хинамидзавы, хлопковые лилии рассвели на водной глади, а затем исчезли в потоке. Куда им до блеска плавающих фонариков? Что я видел по телеку? Но все же в груди появилось приятное чувство, что теперь я прошел настоящий обряд посвящения, став истинным жителем Хинамидзавы. Да уж. Зачарованно пялись на реку. Я как-то пропустил тот миг, когда Рена рядом уже не стояла. Никогда не думал, что почувствую себя настолько беспомощным. Раз уж я теперь здешний, надо бы получше узнать окрестности. Лучше подождать здесь, нежели бродить по округе. Уверен, кто-нибудь из любителей ночной прохлады меня вскоре найдет. Вдруг послышал знакомая речь. Голос Томитаки-сана. Я пошел к нему. Как дела, Томитаки-сан? Много хороших снимков наснимали? Да, немало. Спасибо. С Томитаки-саном была какая-то женщина. Женщина стала легко... Стало слегка неловко за то, что им помешал. О, Кетти-кун, и как тебе фестиваль? Понравилось ли? Судя по речи, она местная, из Хинамиджавы. Пожалуй, лица уже стоит запоминать. Ну ладно, как ее зовут-то хоть? Ну, эээ, ну, весело. Должно быть, по напряженному лицу стало понятно, как мучительно. Я пытаюсь вспомнить ее имя. Женщина хихикнула. А, так ты недавно сюда переехал, верно? Ты, как погляжу, так сдружился с другими детьми, что в подобное сложно поверить. Если я действительно похоже на то, что со стороны, то все благодаря Рене, Меон и остальным. Скажи-ка, Кетти-кун, после завершения фестиваля, не подумалось ли тебе, я стал частичкой Хинамиджавы. Эээ, да, как сказать. Ого, не похоже на тебя, Кетти-кун. Я уже принял решение влиться в Хинамиджаву. Однако, здесь все еще чересчур много вещей, о которых у меня знаний нет. Например, лица встречающих, или то, что случилось в прошлом. Да ладно. Это только потому, что чувствуешь себя посторонним? Нет, посторонние привлечения. Просто, как бы сказать, мне хотелось знать больше о серьезных событиях в жизни деревни. На вроде строительства дамбы и войны, развернувшейся вокруг него. Или в том жестоком поступлении, про то, что даже на вопросы не отвечают. Но с той поры утекло много времени, раз уж я собираюсь жить в Хинамиджаве, мне нужно знать не только ее светлую сторону, но также и темную. Если знание поможет тебе понять, я расскажу все, что знаю. Улыбка к имитате Сана внушила доверие. Как никогда. Я не ожидал, что меня пойдут навстречу, и потому никак не мог собраться с мыслями. Мне хотелось расспросить о многом, об очень многом. Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, строительство дамбы. Она, говорит, потопила Бахинамиджаву, а потому вокруг нее кипел большой переполох, верно? Думаю, местная тебе лучше расскажет. Ну, впрочем, я могу кое-чем поделиться. Правда, все учетно из газет. Глядя в дальтами, так и сам провел свой рассказ. Проект строительства дамбы родился около 7-8 лет тому назад. Она обещала стать огромной вдоль второй в стране после дамбы Куробе. В то время перед Японией стояли три важные вещи, цели. Достроить сеть дорог, соединяющие острова, обеспечить растущие потребности в электроэнергии, взять под контроль половодие. Среди всех способов решения, незаметно выделились плотины. Как могучие управлять речными потоками, добывать электричество и приносить огромный доход одновременно. Провальное стрельство ГЭС пришло и сюда, и на Химинзаву пала, стрела с белым пером. Рассчитанная площадь, образовавшегося бы после завершения работы озера, покрывала значительное пространство. Все, от Химинзавы до Яготия вверх по течению погрузилось бы под воду. Но тогда почему им понадобилось возводить полотену в столь населенных местах? Разве не могли они построить ее где-нибудь, где никто не живет? Не знаю точно, однако же я слышал, что здешний ландшафт для постройки плотины подходил идеально. Конечно, население Химинзавы противилось. Помнится, Рикотян говорила, что все сражались как один. Можно понять, как яростно сопротивлялись жители. Дело дошло до суда, затем до парламента. О нем писали даже в тайкистских газетах. Но она что-то такое упоминала. Уверен, вся Химинзава поднялась против Дамбо единым духом. Именно из-за схватки между жителями такие прочные узы. Более чем уверен. Именно из-за схватки между жителями такие прочные узы. Че-то, извините, я как-то сегодня читаю это очень фигово. Ставший, наверное. Тогда-то искрылись политические скандалы. Многих обвинили во взятничестве. Правительству пришлось остановить стройку. Пожалуй, только сейчас я смогу задать вопрос об убийстве. Русские пацаны мои возраста и привлекательные всякие там загадочные преступления. Пусть, наверное, смеон рады мне, от меня все так же неловко показывать свою заинтересованность в подобных вещах. Но вас я зашел так далеко, лишний вопрос не повредит. Может быть, ответ на него успокоит мое разбушевавшееся любопытство. Эммм, то убийство с врачлением трупа, оно произошло на самом деле? Да, не сомневайся. Тогда я как раз находился в Хинамидзаве. Потому что хорошо все помню. Прямо таки сам отозвался отход на безмолежного признака недовольства. Насколько помню, оно произошло ровно четыре года назад. В день фестиваля в Атанагасе. Произошло в последние дни повстанческого движения, когда проект уже увязглись и готовились вот-вот закрыться. Именно преступление добило постройку. Насколько известно, на стройплощадке разразилась пьяная драка, закончившаяся убийством. Боясь обнаружения шестеро нападавших, истрединили труп на шесть частей, чтобы каждому досталось зарядь свою. В итоге пятеро из шести, будучи неспособными выдержать грузини совести, сдались полиции. Однако шестеро из убийцы по-прежнему в бегах. Правая рука, которую он должен был закопать, не найдена до сих пор. Все то же самое, что и в статье. Да, преступление кошмарное, но не настолько страшное, чтобы рене имен понадобилось его скрывать. Возможно, им просто не хотелось представлять, хеномиза в плохом свете тому, кто лишь только сюда переехал. Больше благодарен им за внимательность, я в то же время жалел, что не могу заткнуть любого родства. У нас случилось как раз в последней вызванном дамбе смятения. Народ поднял большой шум, назвав его проклятием Айсиросама. Проклятие Айсиросама? Помнится, Айсиросама бог, которому посвящено святилище, где проходил сегодняшний фестиваль. Понятно теперь. Все поверили, что их бог наслал божественное проклятие для защиты Хеномизавы от злой силы в проекте строительства дамбы. Молодежь, похоже, так не считала, однако. Стряки не сомневались, что было и проклятие Айсиросама. Так сказала с озорной смешком спутница Томитаки-сана. Томитаки-сан тоже усмехнулся, что в свою очередь заразила смехом и меня. Ну вот что любопытно, как нынче оно. Возможно, среди молодежи тоже многие верят. Верят во что? Проклятие Айсиросама. Конечно. Томитаки-сан и его подруги, как и раньше, улыбались, но из глаз улыбки пропали. С того самого случая, каждый год оно разражалось. На тот же самый день. Разражалось? Что разражалось? Томитаки-сан молчал, словом ляпающей важности. Оградевшись, он прогулся, он и продолжил. Каждый год, в день фестиваля, в этой Нагасе, кто-то погибает. Через год после убийства и сочтенения, в день в этой Нагасе, поехав тем днем на прогулку, семейная пара, жившая в Хинамидзаве, но поддерживающая строительство дамбы, упала, соскал в горную реку. Муж умер, а тело жены не нашел никто. Даже являясь жителями Хинамидзавы, они одобрали постройку. Старолюди шептали, что их настигло проклятие Айсиросама. Женщина снова хихикнула. Еще через год, вечером в этой Нагасе, в тот раз неожиданно умер от страны никому неизвестный хворий, Синтаинский священник. Той же ночью жена его бросила из болота, покончила жизнь самоубийством. Синтаинский священник? Священник нашего храма? Женщина кивнула. Среди жителей поползли слухи, что он попросту не сумел смягчить гнев Айсиросама. Следующий год, вечером для того, на Агасе нашли местную домохозяйку, забитую до смерти. Домохозяйку? Но сих пор все загадочные смерти так или иначе были связаны либо с плотиной, либо с Айсиросама. И как и домохозяйка с ними какую-то связь имела? Тачка? Женщина шутлива. Нет, жестокосерно подтвердила мое подозрение. Супруг жертвы приходился младшим братом человеку, который упал со скалы двумя годами раньше, стороннику дамбы. Сам брат, по слухам, жив и здоров. Но, конечно, такие события заставили волноваться, и он покинул деревню, приехав жить в квартиру в соседнем городе. Начало смертельная битва против постройки, затем случившееся посредине зверское расчленение. Про них я знал, и только про них я хотел спросить. А там оказалось, что случаев больше. Убийство, расчленение с сокрытием трупа, смерть в результате несчастного случая, смерть от незнакомой болезни, самоубийство, избеяние до смерти. Как дитя современного века, я действительно не хотел верить во что-то наподобие проклятий. И все же, каждый год и всякий раз в день в Ротанагасе происходят странные смерти, а умершие всегда оказываются причастны к строительству дамбы. Легко сказать, что на все воля случая, что все произошло по стечению обстоятельств. Однако, куле несколько лет подряд всякий год кто-то погибает, скептиком становится, и все не уютно защищает свою точку зрения. Ну что ж, и на этом мы закончим очередную серию. Большое всем спасибо. Всем пока-пока.